Друзья, вот мой краткий отчет о автовыставке, которая происходила в Риге на этих выходных. Выставка состояла из двух павильонов. В одном, в котором я все и снимал, были представлены различные автобренды, а другой павильон был посвящен автоэкзотике. Автоэкзотику я не снимал, я снял для вас именно обычную машину. В принципе, очень было видно, что выставка нацелена на максимально средний сегмент. И по-настоящему дорогих машин здесь не было. Здесь не было никаких Мерседесов, БМВ, Порше, Бентли и прочего. В принципе, выставка была нацелена на то, чтобы люди посмотрели машины и купили их. Начнем с Ниссана. У Ниссана был неплохой стенд. Вот мы видим здесь Ниссан Кашкай представлен новый. Ниссан Микро, вот такой вот затюненный, как будто бы спортивный. В принципе, все у Ниссана понятно, единственное, что... Единственная машина, которая действительно привлекла мое внимание, это Ниссан Джук. Ну, конечно, у него такая внешность яркая. В общем-то, особенно он не изменился за эти годы. Следующий бренд Рено. Они вместе с Ниссаном находились рядом, поскольку сотрудничают. Вот такой вот электромобильчик от Рено. Прикольный, одноместный, почти как электровелосипед. В принципе, ничего особенного французы и французы. Вот Меган новый, пока он был. Какие-то джипчики от Рено. Ну, такое. Фиат, в принципе, довольно много машин привез. Ну, самый яркий был, конечно, этот Фиат 500. Такого красивого голубого цвета, прямо загляденье. Все ходило вокруг него. В принципе, отличная маленькая машинка, очень стильная. Это еще какая-то спецверсия. Ну, и с такой прям прикольной отделкой внутри. Весь красный 500. Написи, классный. Ну, остальные Фиаты. Фиаты как Фиаты. Ничего такого. А еще вот, в принципе, снял этот Фиат 500, который побольше. Ну, ничего. Сначала мне он совсем не нравился, а сейчас я как-то так к нему привык. Нормальный, красивый. Land Rover Jaguar. У них огромный был стенд, прямо посередине зала. Я первым делом подошел к Evoco, который стал практически как мой. Того же цвета, чуть отличается. Это Discovery Sport, который был недавно представлен. Он очень похож на Evoco. Более утилитарный. Он такой побольше. Я даже открыл вот заднюю дверь. Видите, больше в нем места сзади. И вообще, можно даже третий ряд сидений установить. Это большой Land Rover Discovery. Новый только был представлен. Ну, так он очень футуристично выглядит. Круто. Прямо. Особенно в черном свете. Он огромный. Просто гигантский. У него три ряда сидений. И на третьем ряду могут сидеть действительно взрослые люди. Ну, понятно, что им там как бы теснее, чем на втором ряду. Но все же. Вот тут уже сложили заднее сидение. Огромное заднее пространство. По-моему, тут можно спать в полный рост. Скорее всего. Ну, вот этот Jaguar XF, про который я снимал, это его младший брат, Jaguar XE, почти так же выглядит, просто поменьше. Это F-Pace новый Jaguar. Прикольный, в принципе. Он такой большой достаточно. И не очень мне понравилось в нем, что, конечно, материальчик такие, как бы, знаете, дешевенькие. И тоже такое все. И здесь вот так вот все, в этот пластичек. И здесь вот прям особо дубовый пластик. Но, в целом, на любителя. Для тех, кто любит Jaguar, джип просто отлично. Вольксваген. Ну, статус Вольксвагена особо не привлекло внимание. Вот мы видим там новый Golf, который отличается от старого, по сути, только фарами. Немножко выбираем. Это Passat новый. Круто выглядит. Passat, кстати, крутой. Ну, вот, видно эти фары. Модные. Тигуан стоит. Ну, с игуанами нас не удивить. Да, Passat. И, тамарок стоит. Дальше там мультиван. Джип. Ну, джип здесь был вообще скромный. Буквально пара машин. Гранд-Черокки не очень интересный был. Там Ренегат дальше стоит. Не фарикой. Subaru. Ну, да. Subaru показали. Вот, Legacy Outback свой. Ну, такой максимально утилитарный машин. Дальше это Forrester новый тоже, по-моему. Ну, такое, как бы, все достаточно скучновато. А, Forrester там дальше. Такое поменьше, по-моему. Honda. Ну, Honda привезла вообще помадные сивики. Ну, крутые, конечно, красивые сивики. Разных цветов. Особо не был интересный стенд. Honda как Honda. Хотя, сивик хороший, конечно. Peugeot. Ну, тут Peugeot был большой довольно стенд. Вот он, я к нему подошел со стороны этого микроавтобуса. Но, в принципе, что вот Peugeot привлекло внимание, это вот их маленькие джипчики. Они тут были так выстроены. 208-й это такой хэтчбэк. Потом был 308-й, это такой, типа, кроссоверчик такой маленький. И дальше, вот, я подбираюсь, там, 508-й. Самый большой из них, самый интересный, на мой вкус. Классно выглядит Peugeot. Дизайн у них такой, чем-то, честно говоря, на Range Rover он похож. Даже чем-то и красивее. Прямо здорово. Но этот гораздо больше, чем вот. Ford. Ford странно смотрелся. Привезли свой этот здоровенный пикап. Да кто в Латвии у нас купит этот пикап? Кому он нужен? Да, и еще раз, какие-то джипчики. Ну, такое все у них американское, знаете, дешманское, честно говоря. Ну, мустанг. Мустанг хорош, конечно, красавец. Классный. Вообще в желтом цвете. Просто отличный. Все у них там стильно, круто. Ну, в общем-то, это все равно такая машина недорогая. Материалы все дешевые. Все такое, достаточно простое. Хотя, вот, пятилитровый движок, конечно, большой. Еще, что-то. Ну, да. Это Ford Mondeo новый. Который, как там у нас в рекламах? Достоин президента. Не знаю, по-моему, невзрачный совершенно. Особенно вот такой вот. В цвете металлик. Машина и машина. Это новый Focus. Ну, и Focus, ничего, такой весь обтекаемый. Красивый, я бы сказал. Мне бы понравился. У него бы какой-нибудь цвет, вот, поярче. Мазды. Мазды прям отличные. Слушайте, Мазды очень красивые. МX-3 просто бомбически круто выглядит. Жалко, что она двухместная. А так, прямо, была бы супер вообще. Даже третья вот Мазда. Очень красивая, на мой вкус. Ну, прям, ух, они классные. Классные-преклассные эти Мазды. МX-3 тоже джипщик сделали. Мазды молодцы. Да, вот Hyundai как-то вместе стоял с лютыми совершенно какими-то грилями там, что-то с синьонгами ужасными. И, по-моему, это они зря задумали. Именно этим он и запомнится. Что стал в перемешку с какими-то странными машинами. Хотя, сами Hyundai красивые, конечно. Интересные. Ну, да, вот это вот свой выбор. Это опять что-то странное. Alfa Romeo. Alfa Romeo привезла только свою эту Джулию. Но машина прям кайф, слушайте. Очень красивая. И вообще она, знаете, даже в топовой версии она быстрее, чем М3. Быстрее, чем М3 и выглядит даже круче, по-моему. Прям классная тачка. Вот такой краткий отчет о выставке от меня. Ставьте лайки. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok